Спасательная шлюпка Ставших семьей ради выживания, что метафорически отражает Арконию и Мейбл, Чарльза и Оливера в Восточном Блоке, а также всех жителей 14 этажа Западного Блока. Нью-Йорк и угасающие мечты были океаном, в котором они тонули. Но вместе они нашли способ выжить как единое целое. Узнав, что случилось с чуваком и обидчиком, мы также получаем подсказки о возможном убийце Сажа. Давайте перейдем к видео и разберем все важные моменты. Вот разбор концовки восьмого серии четвертого сезона «Только убийства в здании». Предупреждаю, это видео содержит спойлеры. Почему Гленн главный подозреваемый и можно ли это опровергнуть? В конце серии Хельга пришла в Восточную Башню. Она стала нашим звоночком, тем, что меняет ход сюжета в сериале, обычно в мыльной опере. Она сказала троице, что говорила с Сажем по радио. И Саж упомянул каскадера, работавшего над фильмом, который был ее учеником. Но он сильно напортачил и преследовал ее. Она сказала Хельге, что он опасен и может ее погубить. Есть несколько причин, почему Гленн может охотиться на Сажа и группу. Первая. Теория, которую я упоминал пару серий назад, когда считал его подозреваемым. Когда нам представили Глена, мы увидели, что он в трудном положении и давно без работы. Это потому, что он был дублером Бена Глемроя, а Бен, как известно, умер. Со смертью Бена в Арконии он мог затаить обиду на Чарльза, Мейбл и Оливера. Тем более, что их даже обвиняли в его убийстве. У Чарльза была давняя вражда с Беном, и он даже напал на него. Гленн мог винить их в смерти Бена, что сказалось на его карьере и ухудшило его жизнь. Это могло вызвать у него желание отомстить. Саж, будучи дублершей Чарльза, тоже могла попасть в его список, ведь он знал об их дружбе. Или это связано с идеей, что Саж убили по ошибке, приняв за Чарльза. Хотя сериал намекает на Глена как подозреваемого, думаю, это последняя уловка перед предпоследней серией. Версию о том, что Глен убийца, легко опровергнуть. Во-первых, его ударили на площадке при всех, значит, он не стрелял в Оливера. Когда группа получала сообщение о слежке с фотомишени, Гленн был в коме из-за травм и не мог этого сделать. Он просто не мог этого сделать в таком состоянии. Нам сказали, что стрелявший в Сажа был левший, а Гленн, похоже, правша. Он ел яблоко правой рукой при знакомстве, так что вряд ли Гленн убил Сажа. Если он не убил Сажа, то есть другой убийца, охотящийся за троицей, но это слишком усложнит дело. Интересно, что тело Дудинова сожгли в печи точно так же, как и тело Сажа. Похоже, они знали, что делать, потому что это уже случалось раньше. Мы оправдали Запад в убийстве Дудинова, но странно, что тело Сажа избавились так же. Все еще подозрительно. И то, как Мэйбл помогла им, не разрушив семью, как она сказала. Думаю, у группы есть темная тайна. Кто-то замешан, и Мэйбл пожалеет, что не сдала их. Давайте вспомним. Винс и Руди были актерами. Может, их история просто умелая игра, прикрытие. Актерство, каскадеры, съемки. Все крутится вокруг этой индустрии. Это могло бы стать интересным поворотом. Что случилось с Дудиновым? Оказалось, Дудинов действительно мертв, но его не убили. Он сам свел счеты с жизнью. Мы узнали, что Дудинов горевал после смерти жены. После ее ухода он сдавал купленные ими квартиры жильцам 14 этажа за небольшую плату. Он хотел помочь им осуществить мечты и не хотел оставаться одиноким на этом этаже. Раньше купленные им с женой квартиры пустовали. А теперь он был один и не хотел стать одиноким стариком. Только в конце эпизода мы увидели, что группа пряталась в чеках Дудинова, так как он солгал им о переезде в Португалию, чтобы они не потеряли квартиры после его смерти и распада касты из его фильма, который были жители 14 этажа. Вот почему они это делали. Дудинов умирал и не хотел, чтобы новая семья распалась. Узнав, что его запасные кости в мусоросжигателе, Дудинов понял, что ему осталось жить несколько месяцев, и вместо медленной смерти решил все закончить сам и попросил сжечь его без следа. Они участвовали в незаконном, но не в его убийстве. Мой отзыв. Это был хороший эпизод сериала. Это было довольно сдержанно. Думаю ли я, что это лучшее? Нет, совсем нет. Эпизод в основном о смерти Дуденова и конце сериала, а не об убийстве Соза и угрозах Трио. Не буду врать, сезон заканчивается, и честно, он не так разочаровывает, как предыдущий. Были эпизоды, где мало что развивалось по сюжету, и это не обязательно вина истории. Короткие серии раз в неделю, и мы ничего не получаем, когда эпизод заканчивается. Думаю, последний хороший эпизод был, наверное, шестой. Визуально это самый красивый сезон, так что я не критикую. Этот сезон кажется большим шагом вперед в плане сюжета и его слоев. Он все время отдаляется, приближаясь медленно, но верно. В этом сезоне я не чувствую такого напряжения, и у меня меньше подозреваемых, чем в третьем. Мы на грани провала первого эпизода, и до сих пор не понимаем, зачем убийце нужен был САС, и почему Трио убивает друг друга, кроме желания остановить их подкаст. Думаю, все осталось на последний момент. Как всегда, Трио показало отличную химию, и были забавные моменты на протяжении всего фильма. Связь со спасательной шлюпкой в фильме. Отличный штрих. Один из лучших подходов к работе механизмов. Символика связи, объединяющая незнакомцев и создающая семью в борьбе за выживание – хорошая метафора. Думаю, это отлично суммирует обе стороны, хотя об этом и спорили. Следующий эпизод «Побег с планеты Клонга» – первый в сезоне, не основанный на реальном фильме. Когда ищешь в интернете, фильма с таким названием нет, поэтому интересно, будет ли это пародия на фильм 1971 года «Побег с планеты обезьян» – это самое близкое, что приходит на ум с названием «О побеге с планеты». В любом случае, интересно, что из этого выйдет. Финал сезона называется «Свадьба лучшего друга», что также после фильма, так что понятно, что свадьба Оливера и Лоретты станет центром сюжета и, возможно, покушение может произойти, когда все соберутся внутри радуги. Вот и все. «Убийство в одном доме», 4 сезон, 8 серия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова